Всем привет, с вами Дима. Месяц назад я объявил конкурс поделок, где каждый из вас, дорогие друзья, мог принять участие. 22 августа был последний день приема работ. У вас был месяц, чтобы сделать какую-то поделку, снять по ней видеоролик и прислать в группу ВКонтакте Infinity Weapons Project. До этого вы проголосовали за такую категорию макетов, как автоматы. Кстати, друзья, прямо сейчас в моем сообществе ВКонтакте Infinity Weapons Project уже проходит заруба, так что вступайте в сообщество и голосуйте за лучшую работу. А сейчас я расскажу, как происходит сама заруба и как будет выбираться победитель. Сама заруба представляет из себя пост с голосованием, где прикреплено несколько видео участников конкурса. Люди, состоящие в сообществе ВКонтакте Infinity Weapons Project, путем голосования будут выбирать лучшую работу из представленных. Чье видео наберет больше всего голосов, тот, соответственно, и победил. Сразу скажу, группу я закрыл, поэтому посторонние люди, не относящиеся к крафту, не смогут влиять на исход состязания. То есть накручивать голоса не получится. Это защитит наш конкурс от ситуации, когда знакомые, родные и так далее репосят запись к себе на стену с просьбой проголосовать за определенный вариант. Присылают в личку левым людям тоже с просьбой отдать голос за определенного участника. Кстати, если кто-то из вас, дорогие зрители, еще не подписан на группу ВК, но хочет принять участие в оценивании поделок, то вы можете подать заявку на вступление. Ссылка будет в описании. Конкурсная запись висит в закрепе, так что не пропустите. Правда, есть ограничения. К посту нельзя прикреплять больше 10 вложений, в нашем случае больше 9 видео. Десятым вложением является опрос. Всего принимают участие в конкурсе 17 человек. 17 крафтеров, которые за месяц сделали макет автомата, сняли весь процесс и смонтировали видео. Всех участников в одной записи не разместить. Но этот вопрос давно не является проблемой. Я решил разделить зарубу на 3 отборочных этапа и финал. Почти одинаковое количество макетов в каждом. И чтобы за раз слишком много не было. Видео оценить все-таки сложнее, чем фото. К слову, о критериях оценивания тоже скоро поговорим. Соответственно, победитель первого этапа, победитель второго этапа и победитель третьего этапа. Три человека, набравшие больше голосов, чем остальные, встретятся в финале. А там также через голосование определится уже окончательный победитель, чье видео я опубликую на моем канале Infinity Weapons Craft. И отправлю ему солидный крафтерский набор. На каждый этап я выделил неделю, чтобы все смогли проголосовать. Таким образом, вся заруба будет длиться месяц. После я сделаю ролик с подведением итогов и там объявлю победителя. Теперь про критерии оценивания конкурсантов. Естественно, на победу влияет качество самой поделки. Насколько образец похож на реальный прототип по пропорциям, формам, детализации, покраске. Какие механизмы реализованы в модели. Смонтированный видос по скрафченной пушке тоже имеет значительное влияние. Сюда относятся качество съемки, монтажа, звука. Насколько было подробным объяснение процесса рукоделия. В общем, насколько бы не был офигенный макет, видео тоже должно быть на уровне. Также наоборот. Профессионально сделанный ролик не вывезет низкое качество изготовленной модели. Ни в коем случае не надо отдавать голос на основе предпочтений реальных образцов. Например, хммм, вот он сделал хорошую эмку, а другой не очень хороший калаш. Но вообще эмки мне нравятся меньше, поэтому я за калаш. Так оценивать неправильно. Конечно, были недовольные люди, которые считали крафт автомата с монтажом ролика по нему за месяц чем-то нереальным. Дескать, времени слишком мало. Ну, вы сами так проголосовали. Ладно, зато при проведении следующей зарубы мы уберем из категории автоматы, так как они уже были. Тем не менее, 17 ребят выполнили все условия. Большая вам благодарность. Победитель будет только один, но в любом случае вы все молодцы. Не побоялись, не искали каких-то отмазок. Захотели принять участие и приняли. Успели в срок. Респект вам, ребята. Желаю всем участникам состязания удачи. А вы, дорогие друзья, обязательно вступайте в группу ВКонтакте Infinity Weapons Project и голосуйте за лучшую работу. Ну и, конечно же, можете посмотреть несколько интересных видео. Субтитры сделал DimaTorzok